Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Работаю над выпуском про Ripple XRP прямо сейчас, он выйдет завтра, и тут обнаружил нечто интересное. И сразу же захотел поделиться этим с тобой. И, конечно же, прокомментировать, что я об этом думаю. Итак, пока они пытаются запудрить всем мозги, только те, кто способен видеть сквозь пелену тумана, способен действительно извлечь выгоду из этого совершенно астрономического и в будущем параболического класса активов. Что это вообще значит? О чем я говорю? Поставь лайк и приступим. Ты не поставил лайк. Давай, прямо сейчас нажми на эту кнопку. Большое спасибо. Итак, у нас есть интереснейшая информация из Вашингтона. Адам Кокрон является основателем Синим Хейн Венчерс, то есть инвестиционного фонда. Кроме этого, он является профессором информатики и бизнес-анализа, опытным руководителем отдела финансовых технологий и считается акулой бизнеса. Адам является активным инвестором в блокчейн с 2013 года, то есть почти с самого рождения биткоин. Но многие знают его благодаря его обширным и вирусным постам в Твиттере. Его публикации набирают сотни тысяч просмотров, а некоторые даже миллионы. Так, например, его последний пост прочитало почти 600 тысяч человек за сутки. О чем же он пишет в этом треде? Он говорит нам о том, что его источник из Белого дома сообщает о том, что администрация Байдена потенциально готовится изменить свою позицию по отношению к криптовалюте, а также индустрии цифровых валют и ко многим фигурам во власти. Например, они собираются отправить в отставку некоторых серьезных антикриптовалютных активистов. И министр финансов США Джанет Йеллен возглавляет список потенциальных жертв. Но некоторые чиновники в Белом доме также считают, что нужно убрать из власти, например, сенатора Элизабет Уоррен и председателя СЕК Генслера. И даже те, кто был согласен с позицией Гэри Генслера в отношении криптовалют, смущены его подходом к этой индустрии. Карты раскрыты. Даже сторонники Гэри Генслера в правительстве начинают понимать, что в истории этого самого правительства еще никогда не было такого регулятора, который совершенно откровенно преследует свои личные интересы и совершенно не принимает во внимание публичные процессы, которые влияют на будущее целых государств и могут повлиять на будущее лидерства Соединенных Штатов в сфере технологий, финансов и науки. И под общественным процессом я имею в виду революцию цифровых активов, криптовалют, другими словами, которые в других странах принимают. Конечно же, у Гэри Генслера и комиссии СЕК есть вышестоящие люди, которые однажды сказали им, что нужно убрать криптовалюту. Но сделать это нужно чисто. Но после того, как Гэри оставил свои отпечатки пальцев и другие улики на месте преступления, даже они засомневались, а стоит ли его оставлять на прежнем месте службы. Очевидно, отсутствие профессионализма у Гэри не понравилось партии, так сказать. И ветер переменился. Так что же это значит на самом деле? Это значит, что некоторые из самых больших анти-криптофигур в Вашингтоне могут оказаться на плахе очень скоро. Это министр финансов США Дженет Йеллен. Это председатель СЕК Гэри Генслер. Это сенатор Элизабет Уоррен. Не стоит забывать, что на этом фоне мы приближаемся к новым президентским выборам, которые, во-первых, пройдут под биткоин-лозунгами. Многие кандидаты выступают за биткоин. А во-вторых, по иронии судьбы, состоятся как раз тогда, когда биткоин переживет новый халвинг. То есть награда за найденный блок будет уменьшена вдвое. Итак, если побеждает пробиткоинер, если происходит халвинг, если антикриптовалютные фигуры будут уволены, угадай, что это будет время максимального волшебства в криптовалютном мире. Это может стать идеальным штормом для новых рекордных максимумов биткоина и нового масштабного криптобычьего забега. Итак, пока публично времена пытаются казаться мрачными, ведь СЕК, CFTC, DOJ преследуют всех звезд криптоиндустрии. Брайна Армстронга, CZ, Coinbase, Kraken, Binance и так далее. За кулисами происходит конкурентная война за будущее децентрализованных финансов. И не только между институционалами или банками, таких как, например, Fidelity, BlackRock, Deutsche Bank, JP Morgan и так далее, но даже среди правительств и даже внутри отдельных правительств, в том числе американского правительства. Дело в том, что люди на пике цены всегда такие оптимисты и быки. Они всегда готовы покупать тогда, когда цифры зеленые. Но большая ирония заключается в том, что когда биткоин красный буквально умирает, покупать гораздо менее рискованно. Покупать на медвежьем рынке гораздо менее рискованно только потому, что криптовалюты уже капитулировали. Прошли через огромное количество стресс-тестов и плохих новостей, потеряли в стоимости от 60 до 95%. Расстояние между теми ценами, на которых мы сейчас находимся, и тем, что может быть окончательным дном, если мы его еще не увидели, значительно менее пугающее, чем если бы биткоин находился на рекордных ценовых уровнях, своей стоимости, от которых до этого дна гораздо-гораздо больше места для падения. Но психология рынков сводит тебя с ума и позволяет тебе чувствовать комфорт только тогда, когда ты покупаешь сильный, зеленый и растущий рынок, на котором, как ты думаешь, рисков потерять практически нет. На самом деле, настоящий комфорт – это только покупка на слабости, на слабом, обрушившемся на 80% рынке. Слабость – это гораздо менее рискованное место для покупки. Сейчас очень мало людей верят в криптовалюты. Уровень интереса, как ты видишь на этом графике, находится на отметках 2018 года. Если мы хотим заработать на криптовалюте, мы должны дожидаться именно таких периодов, когда все верят в то, что криптовалюта умрет, и что она никогда не вернется. Судя по графику интереса к биткоину, никто сейчас в него не верит, никто не интересуется. Это как раз то, что я и хочу видеть, когда ищу точку максимальной возможности. Лично я думаю, что криптовалютная индустрия, блокчейн и биткоин никуда не исчезнут. Наоборот, технология зреет, становится сильнее. Медвежий рынок просто убирает из игры плохих игроков, слабые проекты и мошенников. А вся индустрия развивается и готовится к прекрасному будущему. Я всегда верил, что это будущее наступит. И я очень рад продолжить свою работу на этом канале. Я очень рад, что благодаря тебе и твоей поддержке я могу это делать. До сих пор, спустя 6 лет после старта. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok